Ротарианцы 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 что ситуация развивается так, это было еще пару лет назад, что мы ожидаем огромного количества травматизированных людей, мы хотели бы к этому подготовиться. А, собственно, опыта у нас маловато в этом направлении. Знаешь ли ты кого-то, кто владеет таким опытом? Совершенно случайно. А я думаю, что не случайно. Не случайно. В моем клубе, член моего клуба, потрясающая совершенно женщина, Инги Мисмаль, ее зовут, которая уже с 15 лет работает в Афганистане именно по этой специальности, по этому направлению. Она организовала во всех провинциях Афганистана психологическую помощь травматизированным войной, событиями людям. Причем ее методика заключается в том, что и главная цель ее – помочь быстро. Нет возможности по Юнгу или по Фрейду годами заниматься психоанализом, чтобы получить результат. Нет таких ресурсов. Нужно, чтобы человек за 3-4 сеанса резко почувствовал улучшение своего состояния. Они разработали такую методику и опробовали ее на тысячах примерах. Только в этом году они оказали помощь в Афганистане 35 тысячам человек. Это каким количеством специалистов? У них 300 специалистов, которые они сами обучили во всем Афганистане. И она вот все этим управляет. Так вот, я тут же с ней поговорил, и она мгновенно дала согласие помочь своим опытом. И вот сегодня у нас 26 сентября, и именно сегодня под Харьковом в санатории Березовка именно сейчас она проводит первое обучение с 30 выбранными психологами украинскими, которые выбраны из 150, которые подали на заявление, желая обучиться. И вот первые 30 будут сейчас обучены по этой уникальной методике. Нужно сказать, что Инге обладает, пожалуй, я так оцениваю опытом, который, наверное, этого опыта нет ни у кого на земле. В данный момент. Александр, а какой вклад, какое участие ротарианцев вот в том, что сейчас начинается? Очень большой вклад, потому что это проект Ротари. Вот это обучение, которое сейчас происходит, оно происходит при финансовой поддержке моего дистрикта немецкого и юго-запад Германии 19.30, финансовой поддержки. Но всю работу, подготовку осуществляют ротарианцы здесь в Харькове. Это клуб Multinational, это клуб Харьков Сити, и клуб частично, это клуб Черновицкий клуб, черновцы. То есть, артерианцы в этом отношении, так сказать, не просто где-то, какие-то спонсоры и прочее, это непосредственные участники всей этой работы, организационной и технической. Абсолютно. И не только организационно, но и тот человек, который работу выполняет, тоже является членом Ротари-клуба. Тоже член Ротари-клуба, да? Да. Замечательно. Сегодня мы здесь собрались по другому поводу. Музыкальный фестиваль Харьковские ассамблеи. И вы приехали на этот фестиваль тоже с подарками. Да. Скажите, пожалуйста, что немецкие ротарианцы подарили нашим лауреатам ротарианских стипендий? Немецкие ротарианцы подарили лауреатам то, что им, наверное, очень нужно. Это расходный материал. Для струнников это струны, которые изнашиваются и которые стоят очень дорого. Особенно качественные струны. Я привез струны лучших производителей, те, которые мне порекомендовали профессиональные музыканты. Это струны для скрипок, для альтов и для виолончели. И вот я их сегодня с огромным удовольствием передал лауреату этого фестиваля. Я передал его университету искусств и школе в городе Славянске. Тоже через ротари-клуб Славянск. Да, через ротари-клуб Славянск. Хорошо, Александр. Ротарианское движение, мы говорим, это сеть клубов, это рок-рефондейшн и прочее. Но это люди. Все это люди. Вам много приходится ездить по миру. Скажите, пожалуйста, у вас много друзей-ротарианцев? Да, конечно. Все ротарианцы мои друзья. Ну, скажем, почти все. Почти все. Хорошо. Ну, мне, наверное, остается только вас лично поблагодарить за то, что вы делаете для Украины. Поблагодарить за то, что вы делаете для развития ротарианского движения на Украине. Ну и пожелать успехов вам, вашим немецким друзьям, коллегам, товарищам. И надеемся, что мы с вами еще не один раз в нашей долгой ротарианской жизни встретимся и пересечемся и по делам благотворительным, и просто по-дружески встретимся и пообщаемся. Владимир, с огромным удовольствием и желаю нам встретиться еще и в Германии. С удовольствием. Спасибо. Спасибо.